Продолжение следует... 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 и относиться к этой проблематике халатом, либо там пускать ее из своего поля зрения недопустимо, поэтому мы обсудили все эти моменты, тонкости, я думаю, выработаем совместную линию поведения ради одного, ради сохранения экологии и, естественно, самой речки Днестр. Обсудили мы все иные вопросы, которые находятся в повестке дня, и, наверное, один из самых важных вопросов – это визит, предстоящий визит патриарха Русско-Православной Церкви к Молдову и Приднестрове. Я думаю, что здесь Катупол отработает, в принципе, мы готовы к встрече, мы рады будем видеть патриарха Русско-Православной Церкви, но я думаю, не менее рады люди Молдовы будут видеть его, естественно, на данной территории. Это совместное дело, это хорошее дело. Что касается последующих встреч, в принципе, возражений никаких нет, повестку отработаем дополнительно, в принципе, вопросы всегда надо держать под контролем, и самое главное, еще раз говорю, что диалог, без диалога, в принципе, решение трудно достичь, и продвижение вперед. Поэтому, еще раз, Игорь Николаевич, вам большое спасибо за приглашение, и я думаю, что встречи не застает себя долго ждать. Спасибо. Господин Красносельский, скажите, пожалуйста, если видите ли вы ближайшие перспективы существенного углубления экономических отношений между Кишиневом и Тирасполем? Если да, то в каких областях? Ну, я уже говорил с Игорем Николаевичем, мне хочется видеть и заинтересовать молдавского потребителя именно в преднестровской экономике, в преднестровских производителях. Нам нечто предложить любому государству. Мы торгуем с 90-ми странами мира на сегодняшний день. У нас экономика развивается. Рост внешней экономической активности 177%, для экспорта и импорта в том числе. Поэтому мы хотим предложить молдавскому людям, молдавскому гражданам, молдавскому рынку свою продукцию. Это и легкая, и пищевая, и приборостроение, и так далее, и так далее. Поэтому мы интересные экономические партнеры, и в этом есть только выгода от совместного участия и работы совместных экономик в этом плане, в плане торговли, внешней экономической деятельности. Поэтому мы только приветствуем о развитии правовых отношений между правым и левым берегом. Что можно предложить? Ну, вот есть еще большая линейка. Это и продукция Молдавского металлургического завода, вы прекрасно знаете. Далее и плитейная промышленность, прокат. Это, конечно, и приборостроение. Это и легкая промышленность, обувь, верхняя одежда. И иная продукция наших предприятий легкой промышленности. Это пищевая продукция, это завод Клин, всем известный. Это и осетровый комплекс по производству черной икры. И иная продукция агропромышленного производства. Поэтому, в принципе, есть хорошие условия, хорошая основа для нашего взаимодействия. И, конечно, энергетика. Экспорт электроэнергии с территории Пьеднестровья на территорию Молдовы. В принципе, все эти вопросы, они и так находятся в повестке дня. Но мы своими действиями должны дать зеленую дорогу нашим производителям, нашим предпринимателям, чтобы они не боялись идти к другому гостю в этом плане. И работают. Игорь Николаевич, если позволите, вопрос вам. Вы заявляли о том, что совместная граница с Украиной, появление там поста, не создаст трудностей, каких-то проблем для экономических агентов. Но проблема с импортом лекарств вот уже была. Что будет предприниматься в этом направлении для решения подобного рода проблем? Я еще в прошлом году, когда мы обсуждали этот вопрос, высказал четкую и ясную позицию, что никаких механизмов, которые могут ухудшить или создать проблему для экономики Пьеднестровья, для простых людей, мы не должны ни в коем случае применять. Поэтому, если есть какие-то проблемы с этим механизмом, давайте сядем и обсудим. Мы предложили, чтобы наши советники, президенты Молдовы, Пьеднестровья, чтобы сели и обсудили, где что, какие проблемы, и чтобы мы их решили. Но еще раз повторюсь, если появляются какие-то трудности, мы должны их решать. Для того, чтобы никто не страдал. Ни на левом берегу, ни на правом берегу. И здесь моя позиция однозначная. Я против любых механизмов, которые ухудшают ту ситуацию, которая сейчас есть и на левом, и на правом берегу. Если мы можем что-то улучшить, за последние полтора года очень многое сделано для улучшения. В понедельник впервые будут выданы номерные знаки для автомобилей. И мы вместе приветствуем. Приедет руководитель СОБСЕ, СМОФРАТИНИ, и будет присутствовать это очень серьезное движение вперед. Последние два десятка лет такого не было. Другие решения для дипломов вузов из Приднестровья и так далее. Поэтому я сторонник любых изменений, если они решают конкретные проблемы и приносят пользу для жителей левого или правого берега. А то, что мешает, давайте садиться, смотреть, что мешает и решать проблемы. Вот это моя позиция. Вот такой вопрос. Господин Красносельский, как Вы прокомментируете назначение Дмитрия Козака специальным представителем президента Российской Федерации по торгово-экономическим отношениям с Молдовой? Как это назначение может повлиять на процесс регулирования, Приднестровского регулирования? Ну, я положительно оцениваю данное назначение. Политик очень опытный, с богатым потенциалом. Вот, я думаю, что будет польза. Что касается политического регулирования, я пока не вижу способов и методов к тому, чтобы подойти дальше к политическому регулированию. Поэтому я предлагаю решать вопросы коммунитарные, культурные, экономические. И мне кажется, что Дмитрий Николаевич может быть и выберет именно эту модель поведения для решения вопросов для людей. Политики сегодня никто не готов. Ни Молдова, ни Приднестровья, на мой взгляд. И в том числе иные партнеры по формату даже в том числе 5.2. На всякий случай я не вижу никаких предложений, никаких механизмов, которые бы давали ясное понимание решения так называемой моды Приднестровской проблемы. По большому счету у Приднестровья проблем с этим нет. У нас есть свой политический статус, у нас есть своя независимость, у нас есть мнение народа, которое не может быть оскорено ни кем. Это мнение и президента в том числе. Если позволите, Вадим Николаевич, вопрос к Вам. На прошлой встрече поднимался вопрос о том, чтобы подписать совместное заявление о поддержке миротворческой миссии на берегах Днестра. Тогда не сложилось, не поднимался ли этот вопрос на этой встрече? Ну, что касается миротворчества, у нас есть единая позиция, мы, в принципе, ее уже обозначили, я только что это и говорил, но здесь есть, скажем так, не совсем понимание в группе войск Российской Федерации, которые находятся в Терраспиле, дистанцируются в Терраспиле. Для нас это одно целое. И я не уделяю ОГРВ Российской Федерации от миротворцев Российской Федерации. Это единый механизм в нашем понимании. Это понимаю, не хочу говорить за президента Молдовы, но есть иное понимание, поэтому тут мы консенсуса пока не находим. Но, тем не менее, есть одна позиция по миротворчеству. Она совпадает. Что-то от ОГРВ, но позиции разнятся. Есть такой вопрос, последний, если можно. Какие впечатления у вас от резиденции? Прекрасные. Я люблю природу, хороший вкус. Но самое главное, сохранено вот это вот все старое, как оно было построено в изначальном виде. Не надо менять на какой-то хай-тек. Это, так сказать, уже вчерашний день. Наоборот, надо стерзиться по словам своей истории, самобытности. Здесь сохранена именно вот эта традиция. Молдавской архитектуры. Поэтому хорошая резиденция, спокойное место для принятия хороших решений, хороший воздух. Поэтому все прекрасно. Я добавлю одну изюминку, которую я говорил, Владимир Николаевич, а вы не знаете. В этом году, вот в пруду, который ниже, мы опустили Приднестровскую. И она неплохо, кстати, здесь вывелась. Нас взяли стерлинг. Впервые выпустили. Может быть, в следующем году мы вместе как-то на будущем их не будем ловить. Либо уже в этом году. Хотя зимой не очень пойдет, но в следующем году. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.